Но если речь идет о тех пошлинах, которые оплачены за рассмотрение каких-либо ходатайств, например, по предыдущему информации, за рассмотрение ходатайства в восстановлении действий патента. Пошлина оплачена, все правильно оплачено, но ходатайство подписано, допустим, не всеми правообладателями. Патентов обладателей трое, подписали двое. Мы направляем запросы, говорим, необходимо правильно оформить ходатайство, которое должно содержать подписи всех правообладателей. В ответ не получаем вообще ничего. Мы отказываем в восстановлении действий патента, направляем соответствующие уведомления в соответствии с регламентом. И в этом случае мы действия не совершаем, то есть мы не восстанавливаем патент. Но пошлину при этом мы также не возвращаем, поскольку эта пошлина оплачена за рассмотрение ходатайства. То есть общий подход в возврате такой, что если заявитель подал какое-то обращение и в силу каких-то причин, которые зависят от него, не устранил эти причины, то в совершении действия отказывается, а пошлина не возвращается. Но тема возврата пошлина – это отдельная тема, и, наверное, про нее нужно говорить отдельно, поскольку она, в общем-то, тонкая, щепетильная. И в данном вопросе, естественно, должен быть понятный, логический и основанный на праве подхода. Значит, он у нас есть, но, к сожалению, это не тема сегодняшнего выступления. И я просто вот так вот в общем виде дал информацию. Спасибо. Ну, вот следующий вопрос, такой вот он правовой, наверное, в большей степени. По отказу в установлении действия патента от одного из нескольких правообладателей вы нарушаете законодательство. По статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации. Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результаты интеллектуальных деятельностей и средствами реализации. Ну, что я в этой ситуации могу сказать? Значит, теоретически, если собраться на диспут, правовой диспут, тут, наверное, есть о чем поговорить. Значит, и каждый, в общем-то, юрист и даже, в общем-то, человек, который понимает норму права, как говорится, может высказать свою точку зрения и действительно сказать, что и защита прав, и, значит, реализация своих прав, она, ну, действительно, это как бы определенная отрасль права. Но в данном случае мы придерживаемся другой точки зрения, если нас не поправит суд, а суд, значит, пока на нашей стороне. То есть пока уже были прецеденты, когда были обращения в суд и вот в таких же ситуациях, значит, когда правообладателей несколько лиц, по каким-то причинам, даже по объективным причинам, все эти лица не могут подписать заявление или ходатайство о восстановлении или продлении какого-то права. В данном случае, вот вы говорите о право на восстановление действия патента. Значит, пока вот так, мы требуем подписи всех. Это вытекает из требований регламента, значит, административного. И это вытекает, в общем-то, в какой-то степени из смысла вот этого восстановления. Почему? Потому что ведь если одно лицо хочет восстановить действие патента, это не значит, что другое лицо это хочет. И восстанавливая действие патента и тем самым прекращая право после пользования у третьих лиц, значит, одно лицо, значит, ну, реализует свои какие-то права, а другое, наоборот, не хочет это реализовать. И вот вы пишете, что нарушаются какие-то права, а вы уверены, что если вы обратитесь в суд и в суд придете вместе с другим патент-обладателем. Вот, допустим, вас двое, вы хотите восстановить действие патента, а другой патент-обладатель не хочет восстанавливать действие патента, и вы идете с ним в суд. И, значит, в суде вы говорите, значит, что я хочу восстановить действие патента, у меня право такое по закону есть, статья 14.00. А другой патент-обладатель встает в суде рядом с вами и говорит, а я-то не хочу, я осознанно не подписываю ходатайство о восстановлении действия патента, Потому что мне выгодно, чтобы патент не действовал, чтобы он был в общественном достоянии. Мне вот так выгодно. Вы уверены, что в данном случае судья встанет на вашу сторону? Я вот не уверен. Почему? Потому что тут должно быть совместное волеизъявление. Если его нет, то, наверное, нельзя совершать то действие, в котором не заинтересован другой правообладатель. Проще просто договориться с этим правообладателем. Если ему все равно, он подпишет заявление, а вы оплатите все пошлины. Потому что пошлины может платить кто угодно, лишь бы правообладатель это действие подтвердил. Вы оплатите пошлины за восстановление, оплатите пошлины за годы поддержания в силе. А другой патент обладатель просто поставит, я извиняюсь, как в народе говорят, свою загорючку. Особо не думая, какие там права у него возникнут или прекратятся. Это легко сделать. А вот если другой правообладатель не хочет осознанно, тогда да. Тогда мы откажем восстановление действия патента. И вам нужно с этим вопросом обращаться в суд. Если суд сочтет ваши долоды убедительным, он вынесет решение, которое мы в обязательном порядке исполним. То есть мы по ходатайству, подписанному одним из правообладателей, восстановим действия патента. Но для этого должно быть решение суда, вступившее в законную силу. Нет больше вопросов? Так, коллеги, ну я считаю, что я осветил, ну не только я, вот мы с Юлией Михайловной, еще тут, как говорится, наши специалисты, поддерживали, как говорится, вот мое выступление, и оно пойдет на пользу, как говорится. Значит, значит...